Самый крупный в северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп введен в эксплуатацию на озере Байкал. Разработанный российскими учеными при участии научных организаций Чехии, Словакии, Польши и ФРГ телескоп Байкал GVD является уникальной установкой, которая поможет в исследованиях Вселенной и создании новой астрономии и астрофизики. Кроме того, устройство входит в глобальную нейтринную сеть GNN, наряду с американским телескопом Ice Cube на Южном полюсе, Международным Антарес в Антарктиде и КМ-3NET. Специалисты Минобороны и Минстроя проводят последние проверки перед полным вводом в эксплуатацию водозабора на реке Бельбек в селе Верхнесадовое в районе Севастополя. Благодаря новому водозабору город перейдет на использование воды из резервуаров на реке Бельбек вместо избыточного потребления запасов Чернореченского водохранилища. Таким образом, вода в Чернореченском будет только восполняться и не расходоваться. Это позволит накопить необходимые объемы, которые помогут Севастополю пережить пиковое потребление при засухе. Террасы римских ресторанов оказались переполнены посетителями перед тем, как в итальянской столице начнут действовать новые ограничительные меры в связи с пандемией. По словам владельца местного ресторана Gianmarco Nitti, заведением будет сложно продолжить вести бизнес, если ограничения не снимут после празднования Пасхи. В связи с ростом числа заболевших COVID-19, 11 регионов Италии станут красной зоной, отмеченной повышенным риском заражения, из-за чего жители окажутся в режиме полной самоизоляции. Жители одного из самых густонаселенных городов Бразилии, Сан-Паулу, подготовили большое количество могил для массового захоронения жертв коронавируса. Ранее губернатор штата Жоао Дорио объявил об ужесточении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, введение комендантского часа, закрытие пляжей и запрет на футбольные матчи и религиозные мероприятия. Между тем, отделения интенсивной терапии по всей стране работают с перегрузками, поскольку новая мутация COVID-19 оказалась более опасной. Сотрудники МЧС помогли спуститься с небес на землю застрявшему в кроне дерева парашютисту в пригороде Кирова. Спортсмены обнаружили прохожие на высоте более 10 метров на дереве рядом с аэроклубом. Во время прыжка его унесло ветром в сторону от расчетной точки приземления, после чего он угодил в дерево и запутался стропами в его ветках. По пожарной автолестнице на дерево поднялся спасатель, который помог парашютисту освободить стропы и спуститься вниз. Аргентинские ученые обнаружили потенциально самые древние останки титанозавра в геологической зоне, известной как формация Бахада-Колорадо, провинции Неукен. Новый найденный вид получил название ниндзя-титан Запатай. Самые древние из известных останков титанозавров имеют возраст примерно 120 миллионов лет. В данном случае новая находка ниндзя-титан, возраст которой составляет 140 миллионов лет, расширяет временной диапазон существования этой группы динозавров примерно на 20 миллионов лет, сказал доктор Хуан Игнасио Канали. Обнаруженный ниндзя-титан мог иметь длину 20 метров, что позволяет отнести его к титанозаврам среднего размера. Редактор субтитров А.Семкин